Здравствуйте! Рад приветствовать вас на канале Wargame Rus. История модеризма солдатики. На нашем канале вы узнаете много интересной и полезной информации о военной истории человечества. Wargame Rus. Мы делаем большие военно-исторические фильмы, повествующие о разных армиях и битвах из прошлого. В работе опираемся на научную, популярную и научную литературу. Мы подготовили серию фильмов про войну германского вождя Армении против Римской империи. В них мы разбираем такие знаменитые битвы, как сражения в Тевтобурском лесу, где погибло три римских легиона под предводительством Вара. Битву при Едистовизе, когда германика держал верх над Армением. Но не только эти известные сражения освещены в этом мини-сериале. Вы узнаете о малоизвестных страницах той войны. Как-то битва за Ализон, сражения у болота и про войну с маркоманами. При этом мы освещаем не только общие известные факты, но и производим собственные исследования и анализ древних битв. Больше такой информации вы нигде не найдете. Так что вы сможете оценить качество нашей работы, посмотрев серию этих фильмов. Но не только римская тематика есть на нашем канале. Мы довольно широко освещаем вооружение древних греков и македонян. На канале уже вышли фильмы про щиты, копки и пики, шлемы греков и македонцев. Планируется продолжение фильмов по этой тематике, из которых вы узнаете много другой полезной информации. Особое место на нашем канале занимает большой разбор битвы при марафоне. Вы сможете увидеть как место битвы, современных спутников, так и карты битвы, сделанных Николасом Секунды. В фильме мы разбираем предпосылки этой битвы, ее ход, а также ряд вопросов, которые не поднимаются в широкой исторической дискуссии, например, о потерях в бою. Будет интересно. Не только древние греки являются предметом исследования на нашем канале. У нас есть серии фильмов, посвященных Микенской цивилизации и Троянской войне. Многие помнят Ахилла и Гектора, Елену и Париса, Троянского коня и хитроуманного Одиссея с Салочным Агамемноном. Мы с использованием научной литературы довольно глубоко копнули этот исторический период и представляем вам исследования по вооружению Микенской цивилизации. А также касаемся и культуры древней Микенской цивилизации. В русскоязычном сегменте Ютуба ничего похожего вы не найдете. На канале есть серия фильмов по вооружению времен Северной войны. В них мы повествуем о русской армии Петра Первого. Планируются фильмы про армию шведов. В данных фильмах мы свели воедино исследование таких признанных специалистов по данной эпохе, как Татарников, Егоров, Шаменков. Мы сделали трилогию о битвах библейских времен, когда еврейский народ совершал исход из Египта и захватывал Ханаан. Мы представляем современный взгляд на эти события, снимая религиозный налет с древних текстов. Кому интересно, приглашаем посмотреть. Затрагивает наше видео и тематику пунических войн. Серия видео расскажет вам про иберийских и ливийских союзников Карфагена, а также о карфагенской коннице. Уже только ради этого стоит подписаться на канал WargameRus. Изюминкой нашего канала является то, что мы не просто любители истории, но еще и моделисты. Поэтому вы найдете много интересной информации и по моделизму на нашем канале. В своих работах мы касаемся разных исторических эпох. Фигурки размером 54 мм. Отлиты из олова. Мы делали окраску моделей и местность, на которой они стоят. Посмотрите некоторые наши работы. Русские войны и ливонцы. Это наш первый опыт создания подобных виньеток. Качество не идеальное, но вполне приемлемое. Это уже одна из последних наших работ. Русские войны. Начало 14 века. К нами придуман интересный способ хранения военно-исторических миниатюр. Композиция собирается в колбе, которая защищает ее от пыли и рук зрителей. Видео, как это делать, можете посмотреть на нашем канале. Причем колба довольно дешевая и доступна любому моделисту. Наш канал начинался, как канал варгеймеров или игроков в настольные военные игры. Для таких игр нужны модели солдатиков. Мы их делаем в 72-м масштабе. Множество уникальных видео про это вы сможете посмотреть на нашем канале. При этом мы усовершенствовали технику спаивания частей моделей, предложенную на популярном варгеймерском сайте поле боя, и создали массу уникальных фигурок для диорам и игр. Вы также сможете заняться этим увлекательным хобби, а мы подскажем, с чего начать и как развиваться. Но это еще не все. В детстве, в 90-е годы, мы играли в сделанных нами солдатиков из пластилина и других материалов. Мы создали своеобразный игровой мир. На канале мы делаем серию фильмов с названием «Мир пластилиновых солдатиков». Вы сможете ознакомиться, как шло развитие этой оригинальной игровой системы. При этом развитие мира шло от примитива до вполне сформированного варгейма. Планов по развитию канала у нас еще много. Присоединяйтесь к нам, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Мы ищем единомышленников, любителей военной истории. Каналов с подобным контентом на ютубе не так уж и много, так что увидимся в наших новых видео. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok